здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео поговорим о книге Джорджо Агамбена оставшееся время который имеет под заголовок комментарий к посланию римлянам книга известного итальянского философа Джорджо Агамбена представляет собой оригинальное прочтение послания к римлянам апостола Павла автор использует широкий спектр аналитических средств от современной библеистики до философской деконструкции ему удается по-новому представить миссионизм Павла его отношения со временем и соответствующую эпохе субъективность Агамбен протягивает нити от новозаветного текста к текстам многих известных мыслителей современности предстающих в нетрадиционном свете как наследников или противников этого миссионизма и следует начать этот обзор отзыв знакомства с этим произведением с того что в начале несколько разобраться со словарем то есть с теми понятиями которые используют Джорджо Агамбен в своей книге одним из таких понятий является цезура я выписал определение цезура ритмическая пауза в стихе разделяющая стих на некоторое количество частей граница смысловых частей картины и кроме этого разобраться что понимает Джорджо Агамбен под миссионическим временем потому что это понятие проходит у него сквозь все повествование миссионическое время это время которое требуется времени чтобы прийти к концу или точнее время которое мы задействуем чтобы довести до конца завершить наше представление о времени оно не является ни линией представимой но немыслимой хронологического времени не моментом также немыслимым его конца но оно не является и простым отрезком хронологического времени между воскресением и концом времен скорее оно есть оперативное время, подгоняющее время хронологии, прорабатывающее и трансформирующее его изнутри. Время, требующееся нам, чтобы довести время до конца. В этом смысле это время, которое нам остается. Именно так была названа эта книга. Оставшееся время. А если в оригинале, в оригинале, то el tempo queresta. То есть время, которое осталось. И Агамбин поясняет в своем тексте, что как раз вот это оставшееся время и есть мессионическое время с его точки зрения, с точки зрения и его трактовок. Следующее важное понятие, которое он объясняет практически, используя целую, целый параграф для этого. Это понятие называется разрез апеллеса. Помните, как он пишет, помните ли вы историю, которая рассказана Плинием о состязании между апеллесом и протогеном. Античная традиция полна историями поединков между художниками. Икс, которому удается обмануть птиц, слетевшихся кривать нарисованный им виноград и игреком обманывающий первого художника, нарисовав покрывало, которое тот безуспешно пытается поднять и так далее. Но в состязании между апеллесом и протогеном речь идет об одной единственной линии. Протоген чертит линию настолько тонкую, что она кажется невозможной для кисти смертного. Но апеллес своей кистью делит линию соперника посередине при помощи еще более тонкой линии. И Агамбен продолжает. В этом смысле миссионический афоризм является разрезом апеллеса. У него нет собственного объекта, он делит разделения, уже прочерченные законом. Таким образом, подмножество иудеев расщепляется на иудеев проявленных, то есть воплоти, и тайных иудеев, то есть по дыханию. То же самое относится, хотя Павел и не говорит этого прямо, к не иудеям. Это означает, что не тот истинный иудей, кто таков в проявленности, и не то истинное обрезание, что проявлено воплоти, подвергнутое апеллесову разрезу, но мистическое разбиение иудеи, не иудеи, перестает быть ясным и исчерпывающим, поскольку отныне есть иудеи, которые не суть иудеи и не иудеи, которые не суть не иудеи. Павел говорит, это со всей определенностью. Не все, которые от Израиля те Израиль. И чуть ниже цитируя Осию, назову не мой народ народом моим. Это означает, что миссионическое разделение привносит в великое на мистическое разделение народов остаток, что иудеи и не иудеи конститутивно суть не все. Этот остаток не является чем-то вроде количественной доли или осколка, наделенного позитивной субстанцией, полностью гомогенного предшествующим разделением, но при этом способного неизвестно каким образом преодолеть различия между ними. С эпистемиологической точки зрения речь идет скорее о том, чтобы разрезать биполярное разделение иудеи и не иудеи и перейти к иной институционистского типа логики или точнее к логике похожей на ту, которую Кузанец использовал в де нон альют, когда оппозиция а не а допускает третье в форме двойного отрицания не не а. И Агамбент в результате своих рассуждений приходит к вот такой схеме, в которой он поясняет, что он имеет ввиду. И вот этот разрез Апеллеса он потом очень часто дальше использует для того, чтобы объяснить отличия текущего времени, в котором мы живем, и мессионического времени. И в какой-то момент он приходит к такой картинке. Вот она. Рисует время как луч. Здесь А это творение, Б это мессионическое событие воскресения Иисуса. Это получается сплошная линия, а С это эсхатон, где время переходит в вечность. И оно показано у него пунктиром. И он пишет, что мессионическое время является частью мирского времени, подвергающейся сжатию, которая полностью его трансформирует. Эта гетерогенность представлена на схеме, которую я показывал, прерывистыми чертами. И для большей точности, возможно, следует прибегнуть к идее разреза Апеллеса, и изобразить мессионическое время как цезуру, которая, разделяя само разделение между двумя временами, вводит в него превышающее разделение остаток. И он изображает это вот таким образом. И дальше он поясняет, что после мессионического времени будет какой-то период, когда люди будут жить, как он описывает в так называемом разрезе Апеллеса, о котором мы только что поговорили. И еще одна очень важная тема у него, которую он, к сожалению, не могу сказать, начинает в этой книге, потому что я не знаю, в какой хронологии он книги выпускал в оригинале на итальянском языке. И было ли оставшееся время предшественникам Хомо Сакер, человека священного. Он в Человеке священном, он очень сильно развивает тему с большим количеством примеров, тему остатков. Здесь тема остатков, этому посвящена совершенно небольшая глава. И у него есть деление на три части. Часть... Не, не так. На три группы. Целая, часть и остаток. И он, Агамбин, пытается именно в этой книге достаточно в концентрированном виде описать, что такое целая, что такое часть и что такое остаток. Остаток не является ни целым, ни его частью. Он означает невозможность как для целого, так и для части совпасть с самими собой и между собой. Это миссионическое пророческое понятие остатка Павел подхватывает и развивает. В нем предельный смысл его афоризма, его разделение, разделение. Для Павла остаток больше не является понятием, относящимся как у пророков к будущему. Это опыт в настоящем, определяющий миссионическое теперь. Во время сего часа остаток сделался. Одна из проблем, интересующих Джорджа Агамбина, состоит в том, как нам вообще следует переходить от гиперболизированного суперэго закона к любви в собственном смысле. Не является ли любовь просто способом проявления этого закона? Не является ли гиперболизированное суперэго потаенной истинной любви? Не является ли таким образом бесконечный иррациональный закон, скрытым третьим термином, исчезающим посредником между законом и любовью? Или же любовь существует и за пределами бесконечно непристойного закона? Если справедливо утверждение, что любое древнее сочинение овладевает вниманием читателя лишь в определенные моменты своей собственной истории, которые нам нужно научиться понимать, книга оставшееся время родилась из убеждения, что существует некая тайная связь, и ее нам ни в коем случае нельзя упустить между посланиями святого Павла и современной эпохой. Послание Павла к коринфянам – это один из самых читаемых и обсуждаемых текстов в европейской культурной традиции. Несомненно, приобретает новую привлекательность, которая смещает и переориентирует каноны его интерпретации. Павел более не основатель новой религии, а наиболее востребованный представитель иудейского мессианства. Он более не изобретатель универсальности, а тот, кто преодолел деление народов путем нового деления и кто включил в него получившийся остаток. Это более не провозглашение новой идентичности и нового предназначения, а отмена любой идентичности и любого предназначения – это более не просто критика закона, но новая возможность пользоваться им по ту сторону любой системы закона. И в сосредоточии всех этих мотивов находится новый опыт времени, опрокидывающий отношения между прошлым и будущим, между памятью и надеждой, и создающий мессианский кайрос. Не конец времени, но как саму парадигму настоящего времени всех настоящих времен. Первое, что вызывает здесь проблему – пресловутая сосредоточенность. Не на конце времени, а на сгущенном времени, которое наступит в конце времени. Это откровенный формализм. То, что Агамбе написывает как мессианский опыт, является чисто формальной структурой такого опыта, без какой-либо специфики, которая помогла бы объяснить, почему сегодняшний момент, уникальный, делающий послание Павла интересными для читателя. Происходит ли это по причине установления нового мирового порядка, который параллелен Римской империи? Что если для основания новой религии требуется довести до конца логику предшествующей религии, в данном случае логику иудейского мессианства? Что если изобрести новую универсальность можно только за счет преодоления преждего давления с помощью нового, более радикального деления, которое включает неделимый остаток в социальное тело? Что если провозглашение новой идентичности и нового предназначения возможно лишь в том случае, когда оно отменяет всякую идентичность и всякое предназначение? Что если по-настоящему радикальная критика закона равна сильной возможности пользоваться им по ту сторону любой системы закона? Кроме того, Агамбен вводит триаду целого, части и остатка. Не идет ли он здесь вслед за гегелевским парадоксом рода, у которого есть только один вид и все остальные виды суть сам род? Остаток – это не что иное, как избыточный элемент, который дает роду тело. Гегелевское рефлексивное определение, под маской которого род наталкивается на самого себя в пределах своих видов. Когда Агамбен утверждает, что мессианство не является безопасной, нейтральной универсальностью, охватывающей все виды и индифферентны к их видовым различиям, а скорее не совпадением каждого отдельного элемента с самим собой, не восстанавливает ли он тем самым центральный тезис логики означающего, согласно которой универсальность приобретает реальное существование благодаря частному элементу, который не может добиться своей полной идентичности. И когда Агамбен убедительно рисует кавкианские размеры того расстояния, которое пролегает между Павлом и законом Старого Завета, когда он интерпретирует противоположность закона и любви, как противоположность находящуюся внутри самого закона, между точными предписаниями и запрещениями действующего закона и к кавкианским безусловным законом, представляющим собой чистую потенциальность, которую нельзя не осуществить, ни даже перевести на язык действующих норм, но которая остается абстрактной заповедью, вменяющей нам виновность именно на том основании, что нам известно, в чем мы виновны, что нам неизвестно, в чем мы виновны. Разве он таким образом не изображает противоположность между законом и чрезмерностью-дополнительностью его суперэго? Важно видеть действительную связь между безусловной виной суперэго и милосердием любви. Двумя образами чрезмерности. Чрезмерностью вины безотносительно к тому, что я действительно натворил, и чрезмерностью милосердия, безотносительно к тому, что я заслужу за свои деяния. Короче говоря, чрезмерность суперэго – это не что иное, как вновь вписавшая себя в закон и отразившая себя в законе любовь. Любовь, которая упраздняет, снимает закон. Поэтому грядущий новый договор – это не просто новый порядок, оставляющий позади старый закон, но Ницшевский Великий Полдень, время расщепления, когда возникает минимальное невидимое различие между чрезмерностью закона и любовью, по ту сторону закона. Агамбен крутится вокруг вот этих понятий, которые мы сейчас с вами очень коротко рассмотрели. То есть, мессионическое время, разрез апеллеса и остатки. Я думаю, что мы еще вернемся к теме остатков, когда я буду обозревать, когда я прочитаю и буду записывать обзор на «Хомо Сакер», а там, насколько я сейчас могу вспомнить, то ли шесть, то ли восемь книг. И они выходили неравномерно. То есть, вначале он выпустил первую, потом вторую, потом, по-моему, четвертую. Не по хронологии говорю, а по смысловому содержанию. А потом выпускал третью часть. Но про хронологию «Хомо Сакера» мы поговорим, когда будем о нем разговаривать. Но темы, которые он развивает там, он говорит там и о суверенности, и о чрезвычайном положении, затрагивая, между прочим, чрезвычайное положение и в оставшемся времени. Но мы его не коснулись, потому что я не захотел бы перегружать видео еще и этой информацией. О чрезвычайном положении мы подробно поговорим, когда будем разбирать человека священного. Это был краткий отзыв на оставшееся время Джорджу Агамбена. На этом я с вами прощаюсь. Желаю успехов. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok